Сегодня в программе «Простые вопросы» кинорежиссер, депутат Государственной Думы Владимир Бортко. Режиссер художественных фильмов и сериалов «Собачье сердце», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба» и многих-многих других. Я сам очень старомодный, как вы видите, посмотрите. Вместо Воланда, на мой взгляд, мог бы быть писатель Бульба. Естественно, это волочится мне за маленькими дырочками. Сейчас у телевизора нет любви, с которыми я хочу общаться. Владимир Владимирович, большое спасибо, что нашли возможность встретиться. О многом хочется у вас спросить. Постараюсь вместить все вопросы в те минуты, которые у меня есть. Я вас слушаю внимательнейшим образом. Главный повод, по которому вы оказались в Минске, это примеры вашего фильма о любви. Классический любовный треугольник. Мы с вами беседуем до того, как я его посмотрел, но я о нем смог прочитать. Скажите, насколько верно мнение тех, кто о нем высказывается, что это обычная история, современная, но рассказана немножко старомодно? Владимир Владимирович, мне очень трудно об этом говорить, по поводу старомодности, поскольку я сам человек старомодный, как вы видите, посмотрите, пожалуйста, на меня. Я, во всяком случае, особенно старомодности не вижу. Что касается треугольника, тоже это, по-моему, не совсем точно, поскольку там четырехугольник, я бы сказал так. Хотелось бы, чтобы зрители, которые, я надеюсь, посмотрели эту картину, сами определили, старомодно это или не старомодно. Мне кажется, за старшим временем и сняты неплохо. Пошла вон. Пошла вон! А что такое любовь? Ты прикидывала, советская полослюха! Саша, стой! Исполнительница главной роли, Анна Чаповская, вам во время съемок говорила, вам 80 лет, вы ничего не понимаете в нас, молодежи. На что вы ее, конечно, поправили, что вам, во-первых, не 80. Но а что же она такого хотела продемонстрировать, что вы ей не разрешили? Здесь не дело продемонстрировать, понимаете. Она, собственно говоря, и выбиралась на эту роль из-за присущего ей характера. Эта девица очень, я бы сказал, своеобразная. И то ей нужно было сделать в фильме. Дело в том, что в фильме она несколько мощнее, чем по фильму, чем ее партнеры. Я имею в виду не актеров конкретных, а персонажей. Ибо она хочет получить все. То есть я имею в виду не деньги, а получить отдачу от своих чувств, от людей, которые ее, мягко говоря, любят. Но, увы, она таковой не находит, могу сказать, с самого начала. Это в полной степени относится, сила характера относится и к актрисе. Она была выбрана по этому поводу, потому что кровь напила из меня ведрами. Это вы, наверное, читали, выглядело так, когда мы начинаем кадр. Я говорю, вот давай сделаем так. Я сама знаю. Ну, давай. Она показывает, причем показывает хорошо. Она делает то, что она делает, делает хорошо. Но это, мягко говоря, не совсем вписывается в общую конструкцию. Хорошо, замечаешь ли, моя дорогая. А теперь давай мы сделаем вот так, вот так, вот так, вот так. Хорошо я сделаю. Сделать не очень хорошо. Но вот таким способом идет все это кино. Я на это шел сознательно, что называется. Здесь, ибо актриса, по-моему, просто идеально попадает в ту роль, в общем, в тот образ, который я хотел. Вы говорили, что у вас такая же сложная ситуация была только с Татьяной Догилевой во время Владимирина. Очень, очень, очень похожа. Очень похожа. Я просто вспомнил свою молодость, вспомнил Танечку, которая вчера была, собственно, немножко лет прибавилось ей. И это было очень похоже. Ситуация была похожа очень. Она тоже фыркала, делала, но, как видите, вроде получилось, так сказать, не совсем плохо. Ну, с женщинами, наверное, сложнее всего конфликтовать. Да это не конфликт, это просто ненормальная работа, за которую я получаю, простите меня, денег, хотелось бы больше, ну, сколько платить. Вот. Это моя работа. Это сознательно все делается. И я, в общем, не ждал, что это будет актриса, будет, так сказать, окивать голову и вяло делать то, что я хочу. Нет, это сопротивление. Более того, она должна заместись перед кадром. Ну, она ком еще заводится-то. Она может ни с кем не сказать. Вот, пожалуйста, вот он сидит перед вами. Это моя профессия. Я на это иду. Позвольте такой, ну, популистский вопрос. Насколько я понимаю, в фильме немало таких откровенных сцен. И, в общем-то, когда вы начинали, как режиссер, такие сцены, безусловно, недопустимы были в советском кино. Не скажите, если мало кинофильма названием «Единежный столгав». Там Сайко. Это проделало очень даже неплохо. Не в таком количестве, конечно, но это дело было так, прямо на экране, да, все это было. Вы чувствуете определенные сложности при работе в таких сценах? Или, в общем-то, это точно так же, как любая другая, как массовая сцена в Тарасе Бульби? Ну, массовая сцена требует гораздо больше крика, я бы сказал, потише, потише все происходит. Но, в принципе, это работа, понимаете. Задача была донести. Почему таких сцен вообще-то много? Не много, а сцена одна, но большая. Почему? Потому что это то самое, то самое, что, чего не хватало, простите, пожалуйста, этому персонажу, живя со своим мужем. Это любовь. Любовь, она хотите, хотите, как хотите, выражаясь, извините, пожалуйста, в этом. Другое дело, задача была сделать это не пошло. Вот это да. И мы пользовались, так сказать, как образцом, роденом, простите, поцелуем, весной. Это мы попытались сделать. Владимир Владимирович, позвольте еще вопрос о любви. Человек может в 70 лет влюбиться? Это вообще как бы естественно? Так вот, как юноша? Так он вам все и расскажет. Нет, так мы этого делать не будем. А что касается так же, как в 30 или не так же, не так же, как в 30. Потому что, что называется, опыт накапливается не только, что называется, режиссерский, но и человеческий. И можно сделать бы его только один, который я сделал к асфоричным годам. Это, друзья мои, ураган и болезнь. В принципе, болезнь. И, если хотите, доктора так и определяют. Это сумасшествие, но со знаком плюс. Владимир Владимирович, уникальная история. Вы, наверное, единственный, кому удалось, во-первых, в одной телевизионной программе переспорить Жириновского. Вы, по-моему, спорили, что революция была. Революция или переворот. 70% за вас проголосовало. Ну и, наверное, единственная программа у Владимира Познера была, где ведущим был не он, а был ведом. Я сейчас вижу, что вы даете интервью и все равно апеллируете сразу к зрителю. Это очень непривычный аналог. Я никогда с таким не сталкивался. Это ваша собственная придумка? Я не знаю, просто знаю, вот сейчас у телевизора сидят люди, с которыми я хочу общаться. Я смотрю им в глаза, и они видят мои глаза. Понимаете, вы их задаете вопросы, я с вами общаюсь, да. Но отвечаю я. Мы могли бы отойти в сторону, вырежить камеру. Я бы всем рассказал. Но камера работает. Она работает для них. Вот я с ними и общаюсь. Мой коллега Жириновский к этому не подготовился и решил взять на горло. Понимаете? А я кое-что прочитал просто после этого. Легко было разговаривать. Кричал, кричал, толку этого не было. Что касается Познера... Ну, это уникальный случай, да. Вот 70% у него уже обслабили. Слушай, я имею дело с народными артистами каждый день, что значительно сложнее, чем в телевизорском, поверьте мне. То же самое и с Познером, который, так сказать, подумал, что к нему придет, так сказать, какой-то уж совсем, не знаю, матрос Дебенко. Ну, я оказался несколько другим человеком. Не столько матросов. Я, опять же, так сказать, разговариваю, видите, я довольно свободно. И камеру очень люблю. Вот как включается камера, это меняет радость. Поскольку вы самый, наверное, цитируемый или обсуждаемый, или вызывающий полемику, с одной стороны, и режиссер, с другой стороны, политик, самый знаменитый, наверное, после Зюганова коммунист в России. Такой вопрос. Начиная с вашей цитаты. Человечество рано или поздно придет к социализму или умрет? Да, конечно. Вот, посмотрите, та модель, по которой пытается развиваться моя страна, часто называют как бы социально ориентированной в той или иной степени, пытающейся сохранить лучшие достижения, скажем, Советского Союза. За это нас часто и критикуют, и внутри Беларуси у нас очень много споров с другой стороны. Ну, это не все, что критикуют. Некоторые даже просто черная зависть изобилия, мог бы вам сказать. Так что, ну, не отвечайте. Главная критика в том, что в этом нет движения, что это движение назад. Как вы считаете, вы вообще знаете о ситуации в Беларуси? Вам удалось что-то увидеть? Ну, не знаю. Во-первых, с Беларуси у меня, в общем, давние связи. Я тут некоторым образом служил два года. Это было давно, правда. И часто здесь бываю. Что касается застоя вашего, то мне трудно сказать. Я вижу чистые улицы, прежде всего. Я вижу то, чего я не вижу в Москве. Как ни странно. Простите, я совершенно не фашист. Никакой не страшный националист. Но я вижу, как вокруг, извините, пожалуйста, родные славянские лица, а где таджики, которые вместо меня тут улицу? Беларусами так, да. Да, да это же хорошо, а не плохо. Это значит, извините меня, пожалуйста, значит, страна живет нормальной жизнью. По-моему, где я родился, там и пригодился. Таджик должен жить в своем месте. Вам наверняка достается, потому что слова «коммунист», «социализм» имеет определенный шлейф. Не только достается. Да, достается. В общем, поступая коммунистическую партию, трудно прогнозировать большой успех в дальнейшей жизни. Это ничего, кроме неприятностей, не несет. Но только ленивый вас не упрекнул чем-то из разряда. Как такой человек-коммунист мог снять такой антисоветский фильм, как «Собачье сердце»? Это был не антисоветский фильм. Я сказал бы, это был анти... Тоталитарды, что ли, хотите? Потому что я терпеть не мог начальство последнее, вот когда было... Вот перед этим было невозможно. Было вранье абсолютно. От начала до конца. Они сами не верили в то, что они делают, но как-то продолжали делать. Это меня раздражало до безумия. Я с удовольствием снимал кинофильм о Шариками, Швонзоре и компании. Вы ко мне? Спокойно, товарищ. Мы к вам, профессор, и вот по какому делу. Вы напрасно, господа, ходите без калош. Во-первых, вы простуетесь, а во-вторых, вы наследите меня на коврах? А все ковры у меня персидские. Во-первых, мы не господа. Во-первых, вы мужчина или женщина? Какая разница, товарищ? Я женщина. Это история, от которой я никак не откречиваюсь, но меня только радует одно, что там есть цитата, называется, где написано у Карла Маркса, что второй подъезд на Буховском переулке уже забить досками, ходить вокруг через черный ход. Нет такого у Карла Маркса действия. Это самая любимая цитата. Я помню, впервые, когда увидел отрывок из этого фильма, он был в программе «Взгляд», и «Собачье сердце» чуть ли не на флаг подняли, перестройки борьбы с советским режимом. Я понимаю, да, в общем-то, используют каждый раз, когда идет выбор у нас, его показывают по всем каналам. А вы знаете, когда хорошее произведение, его могут любые силы использовать, но в частности, наверное, вы тоже самое пережили с фильмом Тараса Бульба. Тарас Бульба. У меня такой вопрос. Вы знаете, я в монологе Тараса Бульба, вот это слово, которое мы почти никогда не используем, прозвучало «товарищество». Как вы его воспринимаете в современном контексте? Что это? Это можно сравнить с братством народов, с военным, с каким-то солдатским братством? У меня, так сказать, очень неожиданный вопрос. Я даже не знаю, как на него ответить. Я не знаю. «Товарищество» – это значит, мы вместе для меня. Это значит, что мы с вами, ну, как говорил еще, правда, одной крови, ты и я, некто Маугли. Но, тем не менее, мы с вами из одного места. Не важно, кстати, здесь национальность имеет второе значение. Здесь имеет значение братство по духу. Вот что важно. Вы действительно знаете украинский язык. Я слышал, что во время массовой сцены, пока вы не заговорили по-украински, вас массовка 800 человек не слушалась. Ну, не даже меня не слушали. Они пришли просто выпить и весело привести время. Понимаете? Это была такая большая сцена в Тарасе Бульбе. Да, это казнь Остапа. Это его заполнено все, 700 человек. Местного осиления, значит, Каминца-Подольского. И которые решили, ну да, накинуть нас сейчас, мы погуляем, выпьем. Ну, в общем, так сказать, атмосфера была мягкой, а не для казни. А ведь происходят, значит, морды должны быть соответствующие. Простите за слово морды в этом случае, потому что они никак не верили. Потом пришлось вытянуть самой, значит, помост для казни и обратиться. Слуха этой украинцами не важна. Я еще раз побачу. Ну, и так далее-то полная гробовая тишина. Свейпан, свейпан. А, ну тогда все в порядке. Все в порядке, все хорошо, все замечательно. И дальше все пошло уже лучше. Как вы считаете, в нашем обозримом будущем примирение придет? Конечно. Конечно. Все возвращается из свои места. Уникальные работы вами сделаны, знаете, и совершенно противоположные. Но я не могу не спросить о мастере Маргарите, потому что очень многие актеры и режиссеры, которые сталкивались с этой работой, говорили, господи, сплошные какие-то недоразумения, как только берешься сниматься с делом. А Янковский отказался сниматься, играть в Воланда, потому что ни бога ни... Нет, он сказал, что я не могу играть черта. Хотя ему и предлагалось играть ни черта. И самое смешное, понимаете, что вместо Воланда, на мой взгляд, мог бы быть писатель Бунин. И что требовалось от него? Посмотреть на происходящее событие неозамутненным взглядом. Ну, например, живет Бунин, да, вот в Париже. Мы говорим, Ваня, слушай, мы с тобой были неправы. Там вот такие ребята... Поехали, посмотрим. Вот такие ребята все. Приехал, посмотрел, и решил все то же самое, только их очень испортил. Квартирный вопрос. Мог бы сказать, что он спокойно. Но Гунин-то не мог приехать, когда это написать. Бога писать, ну, пошло, нехорошо. А традиция Мефистофеля, черта, у нас существует. Ну, а на съемках вас дивальщина не преследовала? Я вас умоляю. Тот, кто не верит, того не преследует. Я член КПР, причем как дивизия, смешно просто. Ну, я отдал телеграмму. Дальше что? Я, кажется, русским языком спрашиваю. Дальше что? Паспорт. А что касается, там умерли 17. Вы знаете, на кинофильме «Цирк» или «Волга-Волга» еще страшнее. Там все сейчас умерли. Просто кошмарный фильм. Ни одного живого человека. Большое спасибо за ваше время, за ваше интервью. Мы ждем премьеры вашего фильма о любви. И все-таки, может быть, я попробую еще раз такой вопрос вам задать. Можно ли влюбляться? И до какого возраста это выглядит естественно? Вы знаете, неестественно это волочиться мне за молоденькими девочками. Это не очень естественно. Но это со взрослыми мужчинами иногда, к сожалению, происходит. Конечно, да, происходит. Ну и что? Ну, это понятно. Ну, вот как это мы делаем? Понимаешь, если по взаимному соглашаются, ради бога, пожалуйста, любитесь и размножайтесь сколько угодно. Нам этого очень не хватает. Благодарю вас за ваше время, за ваше интервью. Здоровья вам. Спасибо. Будем ждать новых работ. Ну и, конечно, премьеры. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!